И в победе судьбы тоже есть три стадии. Первая стадия — спокойствие в сердце. Вот человек делает, делает, и там муж ушёл, а мне хорошо. Необычное состояние. Кажется, что бессовестное. Ну то есть муж ушёл, и я должна, по идее, страдать же, я его же люблю. Но я не страдаю, мне хорошо, я улыбаюсь, мне так классно, я отдыхаю, мне хорошо. Это первая стадия побед над судьбой. Люди не стесняются, когда им хорошо. Они думают, что это плохо, когда тебе слишком хорошо. Почему они так думают? Потому что они зависают на этом хорошо. Но если вы своё хорошо отдаёте другим, то в чём тогда ваша ошибка? Ошибки никакой нет. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Вторая стадия — это между мной и тобой. Человек повторяет, ему хорошо стало, и вроде бы всё. Делать больше нечего. Муж ушёл, мне хорошо, у меня всё нормально. Может, его и не возвращать? Олег Геннадьевич, я спрошу, если мне хорошо. Может, без него теперь жить? Нет, придётся возвращать. Это заранее отвечает. Итак, между вами очень болезненная память. Вам хорошо, но когда вы о нём вспомнили, он гад такой предатель, он меня предал, у вас сердце начало разрываться, вы перешли на вторую стадию победы над судьбой, вы очищаете между мной и тобой ниточки, вот эти вот связи. И вы опять не думаете об этой ниточке, ни о чём. Всё, что я говорю, это как бы приходит извне. Я думаю о тех, кто молится, и отдаю молитву, больше ничего не думаю. А всё остальное, это мне докладывает ситуация, говорит, у тебя успокоило сердце, хорошо, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Потом у тебя появилось напряжение, ты думаешь, у тебя, тебе неприятно думать о муже. Ладно, хорошо, вспоминаю, те, кто молится, отдаю алтарю или людям, или Олегу Геннадьевичу. Кому-то отдавайте. Понимаете? И потом вам докладывают, уже легче, тебе помнить о нём легче. То есть периодически судьба будет нам докладывать, что происходит. Она будет с нами связаться, но мы не должны на неё отвлекаться, мы не должны погружаться в это. Вот ты какой, северный олень, да? Ну то есть не надо в это погружаться. Ну как бы стало лучше, и лучше, ничего страшного. Мы же для этого всё делаем. Олег Геннадьевич, знаете, мне стало лучше во время ретрита. Ну и что? Кого вы удивили здесь? Ну мне никогда не было лучше. Ну мы поэтому и делаем ретрит, что вам никогда не было лучше и стало. Это неудивительно. Вот удивительно, если вы на это не обратите внимания и будете продолжать слушать и отдавать. Вот это будет удивительно. Потому что вы таким образом не будете поддаваться на судьбу. Самое опасное — это память о счастье. Память о страданиях ещё как-то можно победить, но память о счастье все сразу зависают там. Никто не хочет от этого отказываться. Субтитры сделал DimaTorzok